Всем привет! Сегодня на обзоре пульт для комфортного управления вашим ТВ-боксом модель маркируется как Q2. Пульт имеет функцию воздушной мыши, а AirMouse имеет микрофон для голосовых запросов, возможность программирования, 5 кнопок здесь можно запрограммировать, имеется подсветка кнопок, работает на радиочастоте 2,4 ГГц через USB-донгл. Работать может на операционных системах Android, Windows, Mac и Linux. Подключить можно к таким устройствам, как Android TV Box, компьютер, смарт-телевизор. По поводу смарт-телевизоров сразу хочу сказать. Часто спрашивают, вот у меня такая-то модель телевизора, будет ли данный пульт работать на моем телевизоре. Ответить на этот вопрос я не могу, здесь пока не попробуешь, не узнаешь. На смарт-телевизорах у вас может быть не работать там, например, воздушная мышь, либо микрофон. В большей степени подобные пульты предназначены для ТВ-приставок. Давайте открываем, смотрим. Имеется кратенькая вот такая инструкция, здесь все обозначено, какая кнопка, за что отвечает. И вот таким вот образом выглядит сам пультик. Кнопочки прорезиненные, имеют приятный ход, но при этом так достаточно оклацкают. Вот так вот выглядит сбоку. С обратной стороны имеется такая выемка под палец, чтобы было вот так удобно держать пульт. И две такие ножки, чтобы когда вы его ложите на стол, например, он у вас не шатался. Вот так вот открывается. Вот здесь вот USB-донгл, который необходимо вставить в устройство, которым вы будете управлять. И две батарейки типа 3А. Вставляем батарейки. Закрываем. По кнопкам. Слева расположена кнопка питания. Она программируется, как и вот эти четыре цветные кнопки. Справа расположена кнопка убрать звук. Слева кнопка включения-отключения подсветки. Давайте я вам покажу подсветку. Вот так вот выглядит подсветочка. В полной темноте достаточно все четко, хорошо видно. Кнопка активации микрофона для голосовых запросов. Включение-отключение курсора воздушной мыши. Навигационное кольцо управления. Справа от него кнопки регулировки громкости больше-меньше. Кнопки пейдж вперед-назад. Кнопка назад. Кнопка домой. Кнопка меню. Блок цифровых кнопок. Кнопка ТВ для входа и выхода из режима программирования. Кнопка DEL и четыре цветные программируемые кнопки. Давайте покажу, как программировать. Программируется очень просто. Зажимаете, удерживаете вот эту кнопочку ТВ. Секунда три-четыре. Вот индикатор быстро начал моргать. Все, пульт в режиме программирования. Берем пульт, с которого хотим считать ИК-сигнал. Например, вот кнопку питания хотим взять. Нажимаем кнопку питания. Вот индикатор перестал моргать. Горит непрерывно. Выбираем кнопку, на которую хотим назначить сигнал. Возьмем питание. Все, кнопка запрограммирована. Если вам этого достаточно, можете нажать кнопку ТВ и выйти из режима программирования. Если хотите продолжить, давайте, например, от телевизора возьмем. Кнопку питания вот взяли от телевизора и назначим ее вот на вот эту красненькую. Все запрограммировано. И кнопку вот переключения режима АВТВ тоже выберем. Вот индикатор перестал моргать. И выбираем вот эту, например, синенькую. И нажимаем ТВ, выходим из режима программирования. Все, кнопки запрограммированы. Если вы хотите сбросить все на заводские настройки, одновременно зажимаете и удерживаете кнопку ТВ и кнопку Дел. Вот, перестал моргать. Все, пульт сбросился на заводские настройки. Также еще имеется функция регулировки скорости курсора. Три ступени здесь имеется. Для регулировки скорости курсора зажимаете и удерживаете кнопку ОК. И кнопками регулировки громкости регулируете скорость курсора. Если нажимаете с удержанной кнопкой ОК звук больше, скорость курсора увеличивается. Если нажимаете звук меньше, скорость курсора, соответственно, уменьшается. И давайте подключаемся к ТВ-боксу, проверим, как все кнопки функционируют. Для этого берем USB-донгл и вставляем его в устройство, которым вы собираетесь управлять. Ну вот, я подключился к ТВ-боксу. Проверяем навигационное кольцо управления. Все работает. Нажимаем ОК. Открывает. Курсор мыши проверяем. Вот курсорчик мыши. Пробуем кликнуть курсором мыши. Работает. Кнопка назад со включенным курсором мыши также работает. Нажимаем кнопка домой. Срабатывает. Регулировка громкости больше-меньше работает. Убрать звук. Также кнопка работает. Проверяем работу микрофона. Удерживать кнопку не надо. Однократно нажимаем и делаем запрос. Погода Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Ну вот, пожалуйста, отображается погода. Микрофон работает. Давайте зайдем в браузер. Нажимаем кнопку меню. Вот вылезает под меню. В поисковой строке давайте проверим вот эти цифровые кнопки. Кнопочки работают. Кнопка Dell стирает. Давайте откроем какую-нибудь страницу и проверим вот эти кнопки Page. В навигационном кольцо можно по чуть-чуть листать страницу, а вот этими кнопками Page можно листать сразу по целой странице. Вот, видите, по целой странице листает. Все работает. Выходим на главный рабочий стол. Давайте в YouTube еще зайдем, например. Любой ролик давайте открываем. Нажимаем кнопку ОК. Кнопку ОК надо два раза нажать, чтобы сработала пауза. Еще раз нажимаем. Снимает пауза. То есть все кнопки функционируют. И в завершении по итогу могу сказать, что очень даже неплохой пультик получился. Здесь есть и подсветка кнопок, и воздушная мышь, и микрофон для голосовых запросов. Пять программируемых кнопок. Если вас данный пульт заинтересовал, посмотреть актуальную цену и где приобрести, вы можете перейдя по ссылке в описании. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.